Предотвратить трагедию сегодня прошел совместный рейд специалистов пожарного надзора и сотрудников полиции. Проверку семей, ведущих асоциальный образ жизни, осуществляют ежемесячно. Эффективны ли подобные выходы, выяснял наш корреспондент. По каким адресам отправиться в очередной рейд, инспекторы долго не задумываются. Постоянные клиенты – неблагополучные семьи. Асоциальный образ жизни нередко приводит к печальным последствиям. А вот уже в первом доме целый букет нарушений пожарной безопасности. Оголенные провода электроприборов, трещины в печи. Сотрудников пожарного надзора это тревожит, а вот хозяйку дома нет. Да пусть горит. Ну вы задохнетесь. Зачем? А я не живу здесь. Ну кто-то же здесь живет. Кто? Собаки две. Беседу провели, памятку вручили. Протокол инспекторы пока не составляют. Надеются на сознательность хозяев дома. Специалисты пожарного надзора вернутся сюда через месяц с повторной проверкой. Пользуясь случаем, женщина обращается и с социальными проблемами. Помогите мне сделать. Что? Ремонт? Нет, не ремонт. Я год не получаю пенсию. Вы заберите мне всю пенсию. В соседнем доме состояние печи также вызывает вопросы. Через трещины могут выбиться искры и уничтожить постройку. Мерами безопасности пренебрегают и другие владельцы. Здесь, например, дрова рядом с источником огня. В норме не ближе полутора метров. Сушить одежду над печью также нельзя. Проверки проводятся не только в частном секторе, но и в многоквартирных домах. Застать дома пятничным утром удается далеко не всех. В тех квартирах, где все же удается застать жильцов, также возникают нарекания. Замыкание сгоревшей электропроводки может привести к крупному пожару. Такие рейды проводят ежемесячно. Однако ситуация с бытовыми пожарами остается острой. Несмотря на то, что нашими сотрудниками систематически проводятся данные мероприятия, на территории области на ближайшие праздничные дни, то есть с 5 по 8 марта, произошло два возгорания в частном жилом секторе, где погибло два человека. Повторная проверка этих домов будет значительно строже. Если выявленные нарушения не будут устранены, собственников ждет штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Но главная цель рейда – сберечь человеческую жизнь, которая стоит гораздо дороже. Павел Типографчик, Роман Миронов, Олег Векслер, Вести Биробиджан.